Всем привет! С вами Территория Машин. Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о большом Фольксвагене и быстрых ладдах. Американцы любят большие автомобили, это не секрет. Самые большие пикапы у них, самые большие автопоезда тоже у них. И, конечно же, самые большие кроссоверы. Все мировые производители спят и видят, как завоевать долю рынка в этом сегменте. Фольксваген решил, что пора заняться постройкой гигантов и представил свой самый большой кроссовер Атлас. По габаритам новый автомобиль больше Туарега, а его внешность полностью совпадает с концептом Кросс Блю. Салон, как и во всех Вольксвагенах, строгий и практичный. Минимум декораций, максимум функциональности и удобства. Некоторые считают такой подход скучным, но немцы парируют, что буйство форм и красок хорошо в детском саду. Взрослому человеку с устоявшимся мировоззрением нужен стиль и качество. Атлас оснащается бензиновыми агрегатами. Младший из них имеет в своем арсенале 238 лошадиных сил, а старший уже 280. Динамические характеристики раскроют после официальной премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Перспективы появления Атлас в России весьма туманны, хотя все еще может измениться. Есть новости из Тольятти. Нет, автоваз не просит денег в очередной раз. Наоборот, нас решили немножечко порадовать. Радость первая. У Лада Веста новая модификация с более мощным мотором. Теперь вестовский агрегат развивает 122 лошадиные силы вместо 106 базовых. Новая модификация представлена во всех уровнях оснащения, но пока только с механикой. До сотни автомобиль разгоняется за 10,2 секунды, а максимальная скорость составляет 188 километров в час. Цены на новую модификацию стартуют с отметки в 632 тысячи рублей. Для тех, кто хочет еще быстрее, на ВАЗе готовят к производству модель X-Ray Sport. Автомобиль будет оснащаться тем же мотором, что и быстрая Веста. Правда, его мощность поднимут до 145 лошадиных сил. Для улучшения управляемости инженеры внесут изменения в подвеску, а кузов получит элементы декора с болидов Лада WTCC. От них же автомобиль получит аэродинамический обвес. Вот тогда и погоняем. Это была территория машин. Не забывайте пристегиваться.